МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом году рост всех основных показателей, включая экспорт товаров. Причем список партнеров, где востребована наша продукция, пополнился еще на 12 стран, в их числе Бангладеш, Камбоджа, Саудовская Аравия, Филиппины. Вклад профсоюзов в этот процесс переоценить трудно. Теперь эта организация стремится оказывать влияние на все процессы, происходящие в обществе. Конкретный человек, конкретная проблема, конкретное решение. Каждый день все должны быть нацелены на результат. Право на труд – одно из основных прав, гарантированное нам Конституцией Республики Беларусь. Сохранение трудовых коллективов, обеспечение интересов трудящихся в ходе смены собственника, сохранение всех социально-экономических гарантий – эти и другие задачи, которые обязаны решать профсоюзы. А сам 1 мая в Гомеле отметили благотворительными акциями, концертными и развлекательными программами, спортивными соревнованиями, водными регатами. Например, уже второй год подряд воспитанники Улуковской вспомогательной школы-интерната праздник труда ждут с особым нетерпением. Лучшие учащиеся получают в этот день от областного объединения профсоюзов особенный подарок – неограниченный доступ на аттракционы, которые расположены в Гомельском парке. Цель благотворительной акции – не только порадовать детей, но и мотивировать. В этом году профсоюзному движению Беларуси исполняется 115 лет. В Гомеле праздник труда в юбилейный год отмечали на трех площадках. В парке на летней эстраде концертная и конкурсная программа были рассчитаны на детей. Завершилось все флешмобом «Мы за мир». На набережной Сожа кипели спортивные страсти. Эстафеты, игры, легкоатлетический пробег, регата. Около тысячи детей приняли участие в празднике. Не только трудовыми, но и спортивными достижениями гордятся сегодня профсоюзы. Школа наша на хорошем счету. Очень много у нас участников и чемпионата мира, и Европы. Много победителей, призеров, наши великолепные грибцы, наши борцы всегда занимают достойные места. Теперь в Гомельской области активно готовятся к следующему празднику. Через три дня Беларусь отметит День Победы. Марина Джалая, Максим Савин, Олег Сентюров, Павел Антонов, Игорь Морищенко. Новости недели.